В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реновация в Сарове. Прошло очередное заседание комитета по городскому хозяйству и градостроительству. Крыша поехала. В кафе на Курчатого рухнула летняя веранда. Кубок сильнейших пловцы и кара взяли пять медалей. Далее расскажем обо всем подробно. На какой стадии реализация проекта строительства жилья в районе улицы Менделеева? Есть ли там необходимая инженерная, транспортная и социальная инфраструктура? Вопрос реновации в Сарове обсудили народные избранники на очередном заседании комитета по городскому хозяйству и градостроительству. Доклад был коротким. Бурные обсуждения длились в два раза дольше. Первый вопрос, волновавший народных избранников, – очередность реновации. Улица Менделеева завершала список участков для освоения, а не возглавляла. Тем не менее, над проектной документацией по нему уже идет активная работа. Второй вопрос – наличие социальной инфраструктуры на участке. Несмотря на то, что в повестке он был указан, его обсуждения толком и не коснулись. Так вот, понимаете, мы туда оплодняем застройку, сажаем еще 800 квартир, допустим, половину, это еще 400 детей. При этом говорим лишь что-то гипотетическое о проектировании детского сада. Давайте сначала детский сад построим, давайте сначала создадим там инфраструктуру. Как в воздухе мы нуждаемся в новых строительных площадках в Сарове, считает заместитель главы города Леонид Бородулин. На рассматриваемом участке планируют возвести от 20 до 45 тысяч квадратных метров жилья. Нам в городе крайне остро необходимо строительство. Крайне остро. У нас нету объектов, кроме как таунхаусов. Но бы в жилье у нас в городе нету. Абсолютно. На предполагаемых 45 тысячах квадратных метров планируют построить около 800 квартир. Дома будут не выше пяти, максимум семи этажей. Такая площадь, по мнению Леонида Бородулина, поможет избежать высокой плотности застройки и обеспечит комфортную среду для проживания. Но не все народные избранники были согласны с такой позицией. Леонид Бородинович, ну вот немножко о другом. Вот у нас есть там пассивки, где строится новая поликлиника, перспективный микрорайон, да. Есть много земли, там нужно выполнить все новым по детским площадкам, хороший с запасом, как говорится. А здесь мы берем существующую застройку, пытаемся отсунуть еще, по сути дела, маленький микрорайончик. Вот эти построим там 10. Остальные думаем. Ну пускай там будет меньше домов, но там будет больше, что смысл. А мы здесь сразу же берем по правилам, делаем такую плотную застройку, как говорится, из всего уже на. Мы вот так состоялись в публичном слушании, в апреле мы потом утверждали этот протокол комиссии, который заседал, да. Вот в пустя году цена выросла на 50%. То есть было 80%, сейчас в районе 120%. И сейчас Леонид Борисович выходит на трибу и говорит, ребята, ну плачут, можно сказать, да. Кровь из носа нужна застройка массовая застройка на квартирном жильем. Только там хаус, только частные дома строятся. Понимаете? И вот это когнитивный диссонанс называется, да. Когда мы одной рукой рубим, нормальные инициативные, инвестиционные, вот такой предлог, пускай даже публичное слушание и анонимное рисование в интернете. Вот. Но другой рукой приходим и говорим, нам очень надо жилье, и вот мы нашли участок. Мы срочно готовы его организовать. Это вот двойные стандарты. К единому мнению прийти не удалось. Детально этот вопрос рассмотрят на следующем заседании комитета, к которому администрация подготовит подробную информацию о реализации проекта застройки. 15 февраля в 16.45 в управлении по делам ГОИЧС Сарова поступило сообщение об обрушении летней пристройки здания на Курчатова. На место происшествия оперативно выехал дежурный аварийно-спасательный отряд. Первым делом спасатели проверили, нет ли под снегом и разрушенными конструкциями людей. Причины для тревог были не случайны. Рядом с летней верандой малыши оборудовали для себя снежную горку, и неоднократно здесь можно было увидеть ребят с ватрушками и ледянками. К счастью, опасения оказались напрасными. В ходе разбора обломков пострадавших не обнаружили, сообщили каналу 16 в управлении. Внутри на момент обрушения тоже никого не было. На следующий день силами баланса держателя здания КБО начали убирать обрушенные конструкции. Предварительная причина обвала – серьезная снеговая нагрузка на крышу пристройки. По всей видимости, снег с нее счищали плохо. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородского конькобежца Сергея Трофимова с серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине. Награду он завоевал по итогам командной гонки преследования. Очень приятно, что представитель Нижегородской области поднимется на пьедестал главных спортивных соревнований планеты. Все мы болели и переживали за Сергея, за нашу команду. Это серьезнейшее достижение, которое останется в истории мирового спорта. Поздравляем Сергея Трофимова, гордимся им и желаем новых достижений, сказал Глеб Никитин. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 17 февраля в 18.00 в художественной галерее на Большом киноэкране покажут трансляцию балета «Драгоценности Большого театра». Три драгоценных камня, три эпохи, три композитора, три стиля костюмов и три школы танца. Драгоценности Джоджа Баланчина то ли оживляют камни, то ли делают ускользающую красоту движений материальной. История о драгоценных камнях, послуживших прообразом для трех одноактных балетов, конечно, лишь красивая обертка. На самом деле три действия спектакля посвящены трем великим балетным школам, оказавшим в свое время влияние на становление Баланчина как танцовщика и хореографа. Билеты в кассе галереи. В соответствии с санитарными нормами все зрители в масках, санитайзеры предоставляют на входе, QR-коды не нужны. Около 1100 билетов на просмотр российского кино продано по Пушкинской карте в Нижегородской области. 18 кинотеатров присоединились к программе в регионе. В списке доступных отечественные картины, в том числе мультипликационные, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Кинокартины «Маленький воин» и другое имя уже сейчас можно посмотреть в 18 кинозалах Нижегородской области. 17 февраля в прокат выходят фильмы «Одиннадцать молчаливых мужчин. Однажды в пустыне. Пиноккио. Правдивая история. Когда она приходит. Своя война. А с 23 февраля. Папы». Кроме фильмов по Пушкинской карте можно посетить более тысячи мероприятий в 121 учреждении культуры по всей области, сообщила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участвовать в Олимпиаде могут ученики с 1 по 4 класс. Ребенка может зарегистрировать учитель или родитель. Для первоклассников все задания сопровождаются озвучкой. На решение заданий по каждому предмету дается 60 минут. В пробном туре время на решение задач не ограничено. Основной тур начнется 21 февраля. Итоги всех Олимпиад подведут 26 апреля. 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов в Сарове впервые прошла акция «Афганская свеча памяти», в которой приняли участие школьники, активисты военно-патриотических клубов, ветераны, родственники погибших. Подробности далее. В 2009 году в западной части сквера «Вечный огонь» установили памятник воинам-интернационалистам по инициативе Саровского союза ветеранов Афганистана и Чечни. Ежегодно на этом месте проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На этом же месте, возле этого же памятника, проводили митинги, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. В первую очередь присутствуют родные и близкие погибших ребят, сами участники боевых действий, как в Афганистане и в Чечне, и, естественно, жители нашего города и учащиеся. 15 февраля прошла акция «Афганская свеча памяти». В таком формате она проходит впервые. Саровчане возложили цветы к памятнику, поставили свечи. Школьники и активисты военно-патриотических организаций и исторических клубов также приняли участие в этом серьезном, не детском мероприятии. Я представляю военно-исторический клуб победителем. В клубе мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи, мы проводим мероприятия, сами участвуем в них. И подобные мероприятия, такие как митинги, возложение цветов – это то, чем мы занимаемся достаточно часто. Благодаря участию в патриотических акциях молодежь познает историю страны. Ребята, держа в руках теплую свечу и смотря на портреты погибших солдат, проникаются в военные события, чувствуют переживания ветеранов. Дети учатся на этом. Они смотрят, что подвиг, он есть, он в повседневности, он каждый день. И даже для них маленьких прийти сюда – это уже маленький, но шажок к тому, что они будут потом хорошими людьми. Этот вечер памяти останется надолго в сердцах саровчан. Подвиг солдат ориентир россиян на совершение ежедневных социально значимых дел. Библиотека Маяковского предлагает саровчанам принять участие в межрегиональном фотоквесте «Графемы Атомграда», посвященном Днеуславянской письменности и культуре. Подробнее об условиях участия расскажем далее. Пожалуй, с таким явлением, как «Графемы», знакомы в основном только филологи и лингвисты. Но на самом деле в этом слове нет ничего заумного. «Графемы» – это минимальные единицы письменности, например, буквы или иероглифы. Найти «Графемы» в нашем городе предлагает библиотека города «Полярные зори» в рамках межрегионального фотоквеста «Графемы Атомграда». Что же требуют от нас организаторы конкурса? Они хотят, чтобы мы нашли на территории наших городов, участников проекта, буквы, либо их символические изображения. Это может быть природный объект, это может быть архитектурный какой-то объект, может быть предложение, либо мы можем даже фотографировать целый алфавит. Например, в обычном огнетушителе можно увидеть букву «Г», в глобусе – букву «О», а на изображении с птицей – букву «Х». В общем, все зависит от вашей внимательности и фантазии. А приурочили фотоквест к 24 мая – Дню славянской письменности и культуры. Библиотека имени Маяковского также поддержала проект и принимает конкурсные работы. Само положение об этом конкурсе есть на нашем сайте biblion.ru в разделе «Конкурсы». Там можно дополнительную информацию найти. Что вообще требуется для того, чтобы поучаствовать в конкурсе? Ну, только фотоаппарат, либо какой-то гаджет, который поможет вам сфотографировать. Ну, также немножко свободного времени, хорошее настроение и воображение. Фотографировать можно на улицах города и в общественных местах. В конкурсе приглашают участвовать всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет. Фотоработы принимают по 24 марта по адресу электронной почты библиотеки имени Маяковского pr.lib.sarsabaka.gmail.com с пометкой «Графемы». Лучшие работы опубликуют в виртуальном фотоальбоме на сайте библиотеки города «Полярные зори». В Нижнем Новгороде состоялся кубок Нижегородской области по плаванию «Кубок сильнейших». На втором этапе соревнований спортсмены «Икара» взяли пять медалей. Подробности расскажем далее. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Полёт» в Нижнем Новгороде собрал порядка 300 плавцов и 22 команды со всей Нижегородской области. На втором этапе «Кубка сильнейших» в спортивную школу «Икар» представляли 12 ребят. Специально готовились к этим соревнованиям. Календарь был заложен известен очень давно. Ждали этого старта. У каждого тренера своя методика подготовки. Тут секретов никто открывать не будет. Но, как оказалось, каждый тренер подготовил своего воспитанника правильно, как положено. Высокие результаты показали два юных спортсмена спортивной школы «Икар». Лидия Булыгина четыре раза поднималась на пьедестал почёта. Два первых места девушка взяла на дистанциях 200 метров брас и 50 метров вольный стиль. А две серебряные медали на дистанциях 100 метров вольный стиль и 100 метров брас. Елисей Тетерев стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров комплексное плавание. Серьёзная борьба, серьёзная конкуренция. Дети показали серьёзнейшие, очень хорошие результаты. Получилось, удалось забрать призы, увезти медали из Нижнего. Мы всегда растём, всегда стремимся быть выше, сильнее. И у нас это получается. Хоть Василиса Ефимова и не стала призёром второго этапа областных соревнований по плаванию, но участие помогло юной спортсменке разобрать свои ошибки и недочёты. И начать работу над ними уже сейчас. А ещё для Василисы такие соревнования – это возможность увидеть уровень соперника и оценить свои возможности. Я бы сказала, что были ошибки, когда я была 50 метров спина, потому что очень сильное было солнце. Ты плывёшь, ты смотришь наверх, не в воду, и солнце очень сильно мешало. Я не увидела с двух сторон, точнее, и там, и там, где у меня бортик, и это немножко замедлило. У плавцов и кары сейчас плотный график соревнований. Спортсмены усиленно готовятся к следующим этапам Кубка, а также к чемпионатам и первенствам Нижегородской области. И это всё, о чём успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова